Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 22 июня, это значит, что осталось 4 дня до старта курса персональной инвестиции, который начнется в следующий понедельник. Бесплатный онлайн-курс обучения биржевой торговли, 3 дня, понедельник, среда, пятница, начало 18.00. Ссылку на регистрацию вы можете найти под описанием к этому видео. Итак, перейдем к инструментам и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видим некоторую остановку в нисходящем движении, которую отмечали ранее. Вчера, к концу торговой сессии и уже сегодня, в первой половине торгового дня, пара уходит выше отметки 1.1116, максимум, который был зафиксирован 20 июня. И на текущий момент мы можем говорить о краткосрочном коррекционном движении на укрепление евро по отношению к американскому доллару. Ближайший среднесрочный уровень находится в области 1.1205 и уже преодоление данной области, то есть именно сейчас туда движется пара евро-доллар, откроет дальнейшие предпосылки на движение пары уже в область 1.13. На текущий момент остановка в нисходящем движении была отмечена как раз уже открытием сегодняшней торговой сессии. Пара британский фунт, американский доллар вернулась в диапазон, который мы отмечали ранее. Нижняя граница это 1.2633, верхняя граница это область 1.2818. Если говорить о покупках по данной паре, то здесь необходимо увидеть закрепление выше отметки 1.2708, максимум, который был зафиксирован вчера. И тогда уже цель движения в области 1.28 будет наиболее вероятна. На текущий момент тенденция на ослабление пары британский фунт и американский доллар остаются в приоритете. По крайней мере до тех пор, пока будем торговаться ниже отметки 1.2708. Пара австралийский доллар и американский доллар в среднесрочной перспективе продолжают свое восходящее движение. Ближайший уровень сопротивления находится в области 0.7520, но в рамках краткосрочных тенденций уже 20-го числа мы видели уход ниже минимумов 19-го числа, отметка в области 0.7582. Поэтому на текущий момент в рамках той тенденции, которую мы видим последние несколько дней, пара австралийский доллар снижается по отношению к доллару американскому. Но в рамках среднесрочной перспективы основная тенденция остается на повышение до тех пор, пока пара торгуется выше отметки 0.7521. Подтверждение в рамках уже краткосрочной тенденции может появиться после обновления максимумов, которые были вчера, это отметка 0.7584. Пара американский доллар и японская иена сегодня с открытия пытаются обновить минимум и закрепиться ниже него отметки в области 111.05, минимум, который был зафиксирован вчера. Напомню, что также вчера были попытки обновить локальный максимум, но этого не произошло, что в свою очередь может нам говорить о начале краткосрочного снижения по данной паре. И ближайший среднесрочный уровень по данному активу находится в области 110.65, минимум, который был зафиксирован 16 июня. Пара американский доллар и канадский доллар на текущий момент продолжают свои восходящие движения. Вчера были обновлены локальные максимумы, доходили до отметки 1.3345 и на текущий момент тенденции на укрепление в рамках краткосрочной перспективы остается в приоритете. Ближайший разворотный уровень по данной паре мы можем отметить на минимуме, который был 20 июня, значение 1.3203. Пара еврофунт попыталась вчера закрепиться выше области 88.36, максимум, который был зафиксирован 14 июня. Но пока это не удалось, но основная тенденция в рамках краткосрочного направления остается на укрепление евро по отношению к британскому фунту. Следующий импульс, следующая цель это закрепление именно за отметкой 88.36, следующая цель уже после этой это 88.63, максимум, который был зафиксирован 12 июня. Золото сегодня с утра уходит выше максимум в вчерашней торговой сессии, что может нам говорить о начале краткосрочного восходящего движения по данному активу. Отмена сценария на укрепление золота будет в том случае, если пара преодолеет отметку 1240 долларов за тройскую унцию. Прошу прощения, если золото преодолеет ценовой барьер в области 1240 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает свое нисходящее движение, вчера доходили до локальных минимумов 44.26 и ближайший коррекционный уровень по данному активу находится в области вчерашних максимумов в значении 46.53. Уход выше данного уровня уже откроет предпосылки на коррекционное движение на укрепление нефти. Но на текущий момент тенденция на ослабление остается также в приоритете. По индексу DAX вчера мы видели уход ниже минимумов 20 июня, поэтому на текущий момент тенденция на ослабление по данному активу будет оставаться в приоритете для краткосрочных таймфреймов. Ближайший среднесрочный уровень находится на минимуме 15 июня, значение в области 12615. В случае получения сигнала до преодоления данной отметки уже будет новый сигнал на вход на покупку по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Напоминаю, курс персональной инвестиции с 26 июня, со следующего понедельника. Ссылка на регистрацию сейчас появилась перед вами в правом верхнем углу. Всех на него приглашаю и уже увидимся завтра на нашем следующем видеообзоре. Всем спасибо, желаю хорошего дня и до завтра.